Прямой авиарейс в Нью-Йорк будет запущен как минимум после 2023 года. Об этом в интервью от Амикен Бизнес рассказал глава управления комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов. По его словам, для запуска новых дальних направлений не обойтись без восстановления пассажиропотока. По прогнозам экспертов, авиаиндустрия вернется к допандемийному уровню только через два года. Но это при удачном раскладе. Мирверт Жекиянова продолжит. О том, что казахстанцы смогут прямиком из столицы летать в Нью-Йорк, начали говорить еще пять лет назад. С тех пор об этих планах чиновники из мининдустрии рапортовали чуть ли не в каждом докладе. Два года назад бывший глава ведомства Женес Касымбек, а ныне Аким Карагандинской области, анонсировал запуск авиарейса в 2019 году. В этом году министерством совместно с авиакомпанией Air Astana будут приняты меры по открытию авиасообщения по направлению Японии, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира. В Штаты в итоге не полетели, взяли курс на восток. Еженедельные полеты в Токио стал обслуживать отечественный скат. В СМИ тогда писали, что маршрут заполняется лишь на четверть. В КГА же нам сегодня пояснили, что на обкатку направлений и фиксацию прибыли нужно как минимум 2-3 года. Японский тур из-за пандемии на госсубсидиях проработал меньше года. Возобновить маршрут, а также запустить новые, получится после 2023 года, сказал в беседе руководитель управления международных отношений КГА Тимур Тлегенов. На сегодняшний день в планах казахстанских авиакомпаний является восстановление, в первую очередь восстановление тех международных рейсов, которые мы имели до пандемии, то есть в конце 2019 года. А потом уже после этого, после того, как восстановится вся отрасль, снимутся все эти ограничения, уже переходить на уровень, то есть на открытие новых международных маршрутов. Значит ли это, что вот этот рейс может быть введен только после 2023 года? Это можно сказать, наверное, как минимум после 2023 года. Формулировка «как минимум» звучит слишком оптимистично. У будущего оператора маршрута «Эйростаны» нет мощных самолетов, которые смогли бы без пересадок доставить пассажиров за океан, уточнили в КГА. Авиакомпания до пандемии планировала закупить воздушные суда к 2023 году, но COVID-19 спутал все карты. Отсроченную дату в комитете озвучить затруднились. Видимо, торопиться с запуском рейса и правда не стоит. Количество выданных американских виз по итогам прошлого года снизилось в два раза, а доля полностью привитых граждан антиковидным препаратом не доходит и до 1%. Накануне посол США Уильям Мозер рекомендовал казахстанцам активнее работать над коллективным иммунитетом. Мируя Джекианова, Атамикен Бизнес.